Именно с помощью таких программ вы можете сделать очень много плохого на сервере. После небольшой перемены мы с вами поговорим про обход античита, это всем понятно? Если да, тогда можете пойти прогуляться. Офигеть, ребята, вот это новости, вот это я понимаю! Всем привет, меня зовут Пиксель, ну и как вы уже поняли и как вы уже заметили? Прямо сейчас я нахожусь у себя в деревне жителей номер 13, и это экстренное включение. Я проснулся буквально 15 минут назад, вышел на улицу и заметил вот это. В нашу деревню приехал самый настоящий хакер, и судя по всему он открыл какую-то непонятную школу читерства. И вы только посмотрите, я не вижу ни одного свободного места. Огромное количество жителей нашей деревни пошли в эту школу, и ё-моё, ребята, ну вы же понимаете, что это означает. Огромное количество носатых прямо сейчас познакомятся с читерскими программами. И таким образом у нашей деревни будут огромные-огромные проблемы. Я, если честно, вообще не понимаю, как мэр нашей деревни это допустил, да и бог с ним, с этим мэром, как администратор это допустил. Короче, ребята, прямо сейчас постараемся во всём этом разобраться. Тем более, как вы слышали, у них сейчас что-то типа перемены, и несколько носатых стоят возле этого импровизированного класса. О, Пиксель, доброе утро, ты тоже в школу читера? Да в какую нафиг школу читера, носатые, вы чё, с дуба, что ли, упали? Вы реально хотите научиться читерить? Ну, конечно, Пиксель, это же прикольно и, блин, полезно. Ты только представь, какое огромное количество изумрудов можно добывать с помощью Икс-Рая. Ё-моё, носатые, да я это прекрасно понимаю, а вы в курсе, что за это забанить могут? Да и более того, не могут, а сто процентов это сделают. Вы, вы капец, как сильно рискуете. На следующем уроке читер расскажет, как обходить эту защиту. Никто ничего не заметит, Пиксель, идеальное преступление. Жители, ё-моё, чё вы несёте? Какое нафиг идеальное преступление? Если администратор это узнает, то, ё-моё, он разом забанит. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь жителей нашей деревни. Это практически все носатые. Да всё будет нормально, Пиксель. Ну, приходи на следующий урок, у нас есть одно место. Он знает, что такое настоящая сила, что такое настоящая мощь. Ё-моё, да вы совсем, что ли, поехавшие? Какая нафиг сила? Ребята, ну, ну вы вообще это слышите? Где это видано, чтобы жители деревни номер 13 ходили на такие уроки читерства? Это же не то, чтобы скандал, ребята, это, это действительно запрещено правилами. Их точно заблокируют, их точно заблокируют. Ну, ё-моё, ну, ну вот как сорвать эти уроки? Как отговорить этих носатых? Нам сто процентов нужно что-то с вами придумать. Но, блин, с другой стороны, там стоит настоящий хакер. В любую секунду он может сделать абсолютно всё, что угодно. Какими-то читами заблокировать меня, кикнуть, я не знаю, взломать мой компьютер, уничтожить мою камеру, взломать мой ютуб-канал. Да ё-моё, ребята, вы прекрасно всё понимаете. Он может сделать всё, что угодно. Мне, конечно, по-хорошему прямо сейчас немедленно вызвать администратора в деревню, дабы он как-то разобрался с этим читером, но... Но, ребята, у хакера в школе начинается очередной урок. И для того, чтобы собрать как можно больше доказательств и как можно больше информации, я хочу аккуратненько зайти прямо сейчас в кузницу и подслушать, о чём они там разговаривают. Да, как я и обещал, сейчас мы поговорим про обход защиты. Как вы знаете, администрация Майнкрафта очень серьёзно борется с читерами. В основном это происходит с помощью командных блоков. Вам нужно научиться их взламывать. Так, жители, кто мне скажет лучший способ избавиться от командного блока? Мне кажется, лучше всего его просто уничтожить. Эээ, это, конечно, абсолютно правильно, но очень и очень сложно. Лучше всего и быстрее будет просто взломать его с помощью специальной программы. Но об этом, жители, мы поговорим на одном из следующих уроков. Офигеть, ребята, вы вообще слышите, о чём они разговаривают? Да с такими знаниями можно взломать абсолютно любой сервер. И как вы понимаете, любые уроки в школе предусматривают практику. А это значит, что в любой момент они начнут практиковаться на нашем сервере. Так, ребята, я быстренько беру в руки телефон и начинаю отправлять смс-ку знакомому администратору. Ё-моё, блин! Это просто какой-то капец. Это просто какая-то жесть, блин! Сообщение я, конечно, отправил, но нужно каким-то образом остановить их уроки. Ну или хотя бы как минимум замедлить. И первое, что мне приходит в голову, это как-то отвлечь этих носатых. Но если я просто забегу в этот так называемый класс, это будет, мягко говоря, очень и очень подозрительно. Поэтому, ребята, я хочу быстренько, быстренько где-нибудь взорвать небольшое количество динамита. Это 100% напугает жителей. И несколько из них как минимум отвлекутся и пойдут посмотреть, что там такого произошло. Только сейчас, ребята, мне нужно найти немножечко динамита. Благо у нашего фермера в сундуке, ребята, постоянно происходит какой-то армагеддон. И параллельно плодам, которые он добывает на грядках, тут есть немножечко вот такой вот замечательной взрывчаточки. Так, ребята, секундочку, ё-моё, я из-за нервов и из-за такой экстренной ситуации совершенно, совершенно позабыл, ё-моё, про зажигалку. Так, жители, давайте я отвечу на несколько вопросов и будем переходить к практике. Для начала попробуем взломать креатив в вашей деревне. Ё-моё, ребята, так-так-так-так-так, секундочку. Нам определённо нужно поторопиться. Вы это слышали? Какая нафиг практика? Какой, какой нафиг креатив в деревне? Ладненько, ладненько, ребята, быстренько опускаемся в шахту для того, чтобы, ё-моё, безопасно взорвать динамитик. И сразу же нужно отсюда делать ноги. Так, устанавливаем, устанавливаем динамита, да побольше. Берём в руки зажигалочку, поджигаем, ребята, и быстренько отсюда выходим. Ё-моё, надеюсь, носатые обратят на это внимание. Блин, носатые, вы слышали? Бабахнуло что-то. Это не имеет никакой разницы, жители, продолжаем уроки. Ну а вдруг это что-то серьёзное? Давайте сделаем переменку, мы быстро посмотрим и вернёмся. Давайте, носатые, одна нога здесь, другая там. Вроде как носатые меня не заметили. А это, ребята, очень и очень хорошо. Как вы видите, они все абсолютно подбежали к этой яме и о чём-то сейчас там разговаривают. И даже хакер с ними пошёл посмотреть. Это просто замечательная новость. Мы, тем временем, вместе с вами быстренько забегаем домой. Ребята, хватаем вот такой вот замечательный топорик и уничтожаем абсолютно все вот эти вот дурацкие школьные парты. Я, если честно, ё-моё, не знаю, насколько это поможет остановить их. Однако, в любом случае, стоит попробовать. И стоит сделать это как можно, можно быстрее. Ребята, ломаем абсолютно все, абсолютно все парты, абсолютно все блокнотики. И вот эту вот дурацкую школьную доску, которая вот тут вот находится, я тоже быстренько забираю с собой. Так-так-так-так-так, ребята, лучше поторопиться, потому что секунды на секунды они могут сюда вернуться. И, блин, если они меня заметят, у меня будут огромные проблемы. Там сейчас в буквальном смысле девять читеров. Так быстрее, да ё-моё, как же долго. Всё, ребята, всё, доламываю, 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 доламываю последнюю парту и быстренько отсюда сваливаю, быстренько отсюда сваливаю, делаю ноги, ребята. Надеюсь, надеюсь, никто ничего не видел, никто ничего не заметил. И всё, и всё будет в порядке. Ё-моё, Пиксель, ты видел эту дурацкую школу? Ты слышал, что они там учат? Да, на сады к большому сожалению я слышал. И между нами, по секрету, я уже написал администратору. Не поверишь, Пиксель, многие жители, которые не пошли на эти уроки, сделали ровно то же самое. Как же мы надеемся, что администратор прочитает это? Я уверен на сады, что в ближайшее время мы положим этому конец. Ох, я бы тебе рассказал много чего интересного, но лучше делать этого не буду. Я тем временем, ребята, быстренько-быстренько забегаю вот сюда в лесочек и, знаете, куда-нибудь под дерево вот так вот аккуратненько выламываю несколько блоков и выбрасываю абсолютно всю вот эту вот школьную штуку. Школьный инвентарь, так скажем. Таким образом, это никто здесь, фух, не найдёт. Не знаю, конечно, вернулись ли жители к урокам, но, фух, ребята, в любом случае я сделал всё, что мог. Теперь остаётся надеяться, что администратор придёт в нашу деревню как можно-можно скорее. Ё-моё, они опять там все собрались. Ну ёшкин кот, блин! Они чё, реально уроки продолжают? Я подбегал, Пиксель и слушал, о чём они разговаривают. Вот, хакер сказал, что он обязательно найдёт того, кто это сделал. Будем надеяться, что он вообще нифигашеньки не успеет, но, Ё-моё, ну где этот администратор? Кто-то сказал администратор. О, Ё-моё, админ, наконец-то! Ё-моё, ты себе представить не можешь, как долго мы тебя ждали. Я получил твое СМС, Пиксель, но, если честно, вообще ничего не понял. Да что тут непонятного, Ё-моё, ты вот в ту сторону посмотри! Настоящий хакер открыл свою дурацкую, вонючую читерскую школу. Собрал огромное количество жителей и обучает их, как читерить и обходить защиту. Чего? Это... Это шутка сейчас такая? Да какая шутка, админ, ты меня слышишь? Пойдём за мной, пойдём, я покажу тебе! Вон, вон там они стоят, блин! Не переживай, Пиксель, я сейчас быстренько с этим разберусь. Уж очень сильно я на это надеюсь. Фух, ребята, ну всё, ну всё, благо администратор в деревне... Теперь будет всё нормально. Ё-моё, админ, админ, ты чё, двинул? Ты, ты, ты нафига жителей забанил? Ну как, ты же сам сказал, что они обучались читерству, а это, ну, не по правилам. Ё-моё, ты, 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 ты разбани их поскорее, ты чё, ты чего делаешь-то? Обалдит, Пиксель, я тебя не пойму, ты же сам просил с ними разобраться. Ну вот, согласно правилам Майнкрафта, их нужно было заблокировать. Ну я не знаю, можно было их как-то пожалеть на первый раз, нужно было этого читера заблокировать. Жители-то за что, они же, они же глупые, они вообще ничего не понимают. Ну сам понимаешь, Пиксель, такие правила Майнкрафта. Нет, я, конечно, могу их разблокировать, но только если подписчики об этом скажут. Да, конечно, скажут, я, я, я прямо сейчас их об этом попрошу. Ребята, ребят, если вы, если вы досмотрели до этого момента, пожалуйста, напишите в комментариях, чтобы админ разбанил жителей. Потому что, боюсь, без этого наша деревня просто-напросто опустеет. А я прямо сейчас попробую потянуть время и поговорить с ним, пока вы пишете свои комментарии. Ролики на этом заканчивы. Не забывайте подписываться на канал, тыкать на лайк и нажимать на колокольчик. А также обязательно заходите завтра для просмотра нового интересного видосика. Всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи, до завтра и пока-пока.